Ключевые мероприятия празднования Дня города связаны непосредственно с театральной площадью. К примеру, 21 ноября в Зимнем театре пройдет вручение удостоверений новым почетным гражданам Сочи. В этом году этой честью удостоились люди, которым курорт обязан новым имиджем, а именно вице-премьеру Дмитрию Казаку и президенту оргкомитета Сочи-2014 Дмитрию Чернышенко. А в субботу с этого места стартует парад казачьих войск, поэтому обход центрального района глава города начал именно здесь. К руководству театра есть замечания. Паутины на козырьке, видимо, давно не снимали. Паркет в холле, пора оциклевать. На улице театрально чисто, но вот плитку на тротуарах в нескольких местах нужно отремонтировать, причем за ближайшие сутки. За последнее время состояние улицы Родженикидзе изменилось в лучшую сторону, считает мэр. Правда, некоторые собственники продолжают игнорировать городские правила благоустройства прилегающих территорий. Это город, городская среда и, естественно, это должен быть красивым уголком. Владельцу этой арт-галереи сделали замечание. Если ситуация ко дню города не изменится, предпринимателю придется платить штраф. Были претензии у главы города и к руководству Маринс-парк-отеля. Как вы считаете, это нормально? Четыре звезды. Посмотрите дальше. Это что? На площади перед художественным музеем мэру пришлось сделать замечание студентам Черноморской гуманитарной академии. Место их отдыха сплошь усыпано шелухой от семечек. А только утром здесь провели генеральную уборку. Мама придет ко мне. Где живете? На Макаренко. На Макаренко. Вместе ваша, ваша и ваша. И ваша. Мама, ко мне? Ко мне сегодня. Будем рассказывать, что такое любить Сочи. Накануне Дня города генеральная уборка проходит во всех районах курорта. Участвуют в ней сотни сочинцев. По мнению главы города, всех этих людей не пришлось бы отрывать от работы, если бы все жители курорта одинаково и бережно относились к родному городу. Игорь Кыр по телекомпании ФКТ. Игорь Кыр по телекомпании ФКТ.